Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы пишете. Значит, были односторонние отношения со стороны мужчины? Односторонние отношения со стороны мужчины это как вообще? То есть это что это односторонние отношения со стороны мужчины? Потому что односторонних отношений в общем не было односторонних отношений. Отношения это именно такая история, когда два человека все-таки. Вот. Но никак не один. Понимаете? Вот. Поэтому у меня к вам и возник вопрос такой. Вот если вы говорите, что односторонние отношения, то что это значит? Что такое односторонние отношения? Вот. А мне кажется, что это очень важный момент для начала. Вот. Потому что без этого момента, ну, вряд ли можно вам как-то помочь, да, без этого момента. Вряд ли вам можно как-то, значит, ответить на вопрос, вот, который вы задаете. Так что это первое. Да? Что вы подразумеваете под односторонними отношениями со стороны мужчины? Тем более. Дальше, после чего прекратили отношениями. Ну, опять же, как я уже сказал, что отношения, если они односторонние, да? Да? Если они односторонние, то это не отношения, в принципе. Понимаете? Какая штука. Вот. И, соответственно, как они, как они могли прекратиться, как они могли прекратиться эти отношения, да? Для меня загадка. Некоторые. Если честно. Вот. Потому что, как бы, отношения, все-таки, еще раз повторяю, это двусторонняя история. Первое время он писал. Зачем писал? Прошло полтора месяца, просматривает статус в WhatsApp, то 7 утра, то днем, то 3 ночи. Ну, не пишет и не звонит. Опять же, не совсем понятно. Ну, что, не пишет и не звонит. А должен специально звонить? Или как? То есть, вот, как-то можно, ну, пояснить этот момент? Вот. То есть, вы говорите, что он не пишет и не звонит? Да, хорошо. А, ну, как вот, вы считаете, что он должен, должен это делать? Вот. Почему вы считаете, что он, ну, должен писать и звонить, к примеру? Вот. Вы считаете, или как? Дальше, так, написал, соскучилась, давай увидимся. Ну, опять же, да, как бы, написали вы сами. То есть, ну, то есть, вы написали, что соскучились. То есть, почему-то, здесь речь идет о том, что, если вы соскучились, значит, он должен с вами увидеться. Вот. Вот. Я, честно говоря, думаю, что это не совсем, не совсем верно, потому что то, что вы заскучились, да, то, что вы заскучились, это скорее ваша реакция. Вот. А не его, а не его. А здесь вы, получается, перекладываете ответственность на, собственно, человека. Вот. Ну, за то, что происходит. Вот. И мне кажется, что это не совсем верно, не совсем адекватно это. То есть, вы говорите, как бы, что, ну, что вы соскучились. А как же мужчина? Да. Да. Вот. То есть, это вот такая история, такой момент. На мой взгляд, очень важный момент. Дальше. А, сказал я, давай, но, сказал я, давай, но пока не знаю, когда, навалилось много дел. Сказала? Или сказал? Скажите, пожалуйста, уже не точного не получится. Что именно не точного не получится, аналибль? Что именно не точного? Может ли у мужчины быть много дел на какой-то период? Просло до недели. Ну, откуда мы знаем. Зависит исключительно только от человека, да. То есть, как бы, а, ну, вот, зависит от самого человека. То есть, в зависимости от того, чем он занимается, как бы. Может быть, у него действительно много дел, кто знает, да. Вот. То есть, это зависит исключительно целиком и полностью только от мужчины. Мы его не знаем. Поэтому абсолютно срамной долей вероятности можно сказать, что у него могут быть дела, а, может быть, и не могут. Вот. Но только вы знаете ответ на этот вопрос. Лучше нас, потому что вы его знаете. Вот. Он перегорел, я ему видя различно. Опять же, я не очень понимаю, как это соотносится с тем, что у вас до этого были, как вы говорите, односторонние отношения. То есть, если были односторонние отношения, то, ну, о каком небезразличии идет речь? Если, если... Если вы говорите о... Об... Об однокторонних отношениях, вот. Знаете, какая штука? Что-то мне кажется, что здесь, опять же, нет о... какого-то вот понимания, ну, между нами, да, т.е. терминов, в терминах у нас развал происходит. Дальше. Так, а можно ли вернуть отношения? Аналим, а о каких отношениях вы говорите, опять же, что это за отношения? Смотри. Я не очень понимаю, просто, какие отношения вы хотите вернуть? Односторонние опять? Ну, если они завершили, значит они завершатся вновь, без какого-то качественного изменения в них, понимаете? То есть, вот, тут вопрос к вам прямой. Чего вы хотите? Аналим. Да. Потому что мне пока, к сожалению, непонятно. то есть, был мужчина, да, но у вас, а, блин, односторонние отношения, потом он перестал вам, значит, писать. Вот. Вы ему написали сами, что вам заскучились зачем-то, зачем-то. вот. Вот. И что вы хотите вернуть? Вот конкретно, что вы хотите вернуть? Вот давайте определимся с этим. Такое ощущение, что мужчине в отношении с вами было просто некомфортно. Вот у меня такое впечатление сложилось, что ему было просто с вами некомфортно. Ну, то есть, вот, то есть, вот, то, как складывались ваши отношения с ним, да, вот, его не устраивало. И он преподчел из них выйти, как бы, вот. он преподчел из них выйти и просто-напросто быть с вами, вот, ну, в тех отношениях, которые, ну, которые ему важны, и, 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 у которых ему хорошо. Вот. Вот. Вот не видится такой история. Вот. 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 Могу ошибаться, конечно. Могу ошибаться. Ну, пока так. И определитесь, пожалуйста, с тем, да, кому вы вопрос адресуете. Вот. Потому что не очень понятно, вы за гаданием пришли, или предсказанием, или за психологической консультацией. Вот. Вот если за гаданием, то вы ошиблись разделом, а если за психологической консультацией, то слишком мало информации вы предоставили нам, вот, о себе, вот, и об отношениях. Так что я полагаю, что вам нужно определиться, более четко сформулировать вопрос, вот, и после этого уже можно будет этот, ну, что-то делать, и после этого можно будет вам что-то, что-то, что-то предложить. Вот. Ну, вот, в принципе, в принципе так, я думаю, можно, вот, в принципе так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Да. Кабыни выделяют. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Будро пануть», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.